Медиагруппа Авангард представляет. В рамках компании Positive Technologies есть подразделение, Expert Security Center, которое я возглавляю, которое как раз и занимается вопросами дефенса, то есть вопросами расследования инцидентов, реагирования на инцидентов, инцидент-респонса и также Threat Intelligence. И наша основная задача – понимать, как действуют злоумышленники сейчас, как они действуют во время своих атак, что они делают во время своих атак, и потом попытаться это переложить в наши продукты, потому что мы в первую очередь вендор, компания, которая производит продукты в области информационной безопасности, для того, чтобы они злоумышленников обнаруживали быстрее, лучше и качественнее. Какова реальность на текущий момент? Мы введем свою статистику по количеству уникальных киберинцидентов, которые происходят на территории России, СНГ, мира. И, к сожалению, эта статистика, она очень печальная. Инцидентов из года в год, из месяца в месяц, каждый день становится все больше и больше. И эта реальность на текущий момент каждого безопасника, если еще несколько лет тому назад, ну не несколько, лет 10 тому назад, мало кто из сотрудников информационной безопасности мог сказать, что, ой, я видел действительно реальный инцидент у себя в инфраструктуре, а только по слухам слышал, что этот инцидент, вызванный внешним злоумышленником, был где-то там далеко, то сейчас это все, к сожалению, не так. Инцидентов много, их становится все больше и больше. Поэтому, в принципе, какое бы направление развития в области информационной безопасности вы не выбрали, потому что информационная безопасность, она очень такая обширная, большая, можно описать там модели угроз, различные нормативные документы внутри организации, там парольные политики и прочее, прочее. Можно заниматься пентестами, анализами вредоносного программного обеспечения, но, тем не менее, так или иначе, общее понимание того, что инциденты бывают и на них надо правильно реагировать, оно должно быть у всех. В принципе, у инцидентов есть жизненный цикл понятный, да. Вспоминая там Суворова, этот жизненный цикл инцидентов начинается там в лучших его повествованиях, потому что там тяжело в учении и легко в бою. Поэтому к каждому инциденту желательно всегда заранее подготовиться. Одним из самых основных этапов подготовки к тому, какие инциденты могут случиться в организациях, где вы работаете, это понимание того, что может стать злоумышленнику интересно в вашей организации. Ну, раз мы на форуме, который посвящен финансам, давайте попробуем подумать там, что злоумышленнику может быть интересно в банке. У кого какие идеи? Да что ж такое-то, а? Все, в банке больше ничего ценного нет, только персональные данные. Вот, наверное, деньги. Деньги – это все самое ценное, что есть в банке. Персональные данные можно взять в салоне красоты, куда вы записываетесь, оформляете карточку скидок, в автомобильном салоне, в Старбаксе. Вы тоже заполняете анкету и там указываете свои персональные данные. Поэтому нет. Если нужны персональные данные, то в банк, вот лично я, как злоумышленник бы туда, я им не являюсь, я бы туда полез бы в самую последнюю очередь. То есть те злоумышленники, которые целенаправленно пытаются попасть в банки, они в первую очередь туда пытаются попасть за деньгами. Хорошо, а если я какое-нибудь предприятие в области металлургии, что у меня может интересовать злоумышленника? Я завод большой, крупный, плавлю сталь и лью трубы. Может, технология производства более пропаганная? Да, хорошая идея. Чемпионаж. А с УТП? А с УТП? С какой целью? Ну, примерно, диверсию. Диверсию. Ну да, то есть возможно, то есть техногенную катастрофу какую-нибудь, да, там остановить производство, остановить бизнес и так далее. Да, это тоже возможно, ну и может быть еще тоже деньги, да, то есть если это крупная какая-нибудь организация, у нее большие положительные счета, в принципе, мы это на практике тоже видим, то что зачастую злоумышленники попытаются попасть в крупную организацию, у которых большой положительный баланс на счетах, потому что у них тоже можно украсть деньги. Соответственно, поняв на подготовительном этапе, куда злоумышленник пробует попасть, соответственно, и надо выстраивать систему защиты так, чтобы вовремя его выявить, потом дальше, когда вы его вовремя выявили именно на подступах к тем системам, которые его интересуют, вовремя локализовать инцидент, ликвидировать этот инцидент, провести работы по восстановлению инфраструктуры, чтобы этот инцидент не повторился, и там извлечь опыт, как вообще глобально поменять систему ИБ, чтобы таких инцидентов больше не было. Существует там колоссальное количество средств защиты, оно там для трафика, для инфраструктуры, для конечных армов пользователей и так далее. Но, тем не менее, зачастую случаются инциденты, когда все-таки необходимо прийти непосредственно на машину, на которой случился этот инцидент, ну там, на арм бухгалтера, который открыл бессовестно фишинговое письмо, либо там на арм HR, потому что всем HR, соответственно, с должностной инструкцией прописано открывать файлы, которые называются резюме на вакансию, такую-то, и понять, что же там произошло, потому что зачастую все средства защиты, информации, которые установлены, они что-то ловят, но полной картинки могут не давать, да, в силу разных сил, там что-то не внедрено, что-то функционирует не так, либо что-то не мониторится, поэтому приходится анализировать непосредственно саму рабочую машину, на которой случился инцидент. У меня, собственно говоря, вопрос, что, по вашему мнению, приходится анализировать там чаще всего во время инцидента на самой рабочей машине? Как сказать, какие форензик-артефакты чаще всего приходится анализировать? Хороший вариант, еще варианты. А что вы будете в реестре смотреть? Реестр, он такой большой на самом деле. Последние изменения. Ой, Windows в реестр каждый раз столько всего пишет. Там же веток еще колоссальное количество. Реестр еще и в разных местах лежит. Еще варианты. Так, я все-таки буду просить некоторым людям пересмотреть результаты последней сессии, которые уткнулись в ноутбук и делают вид, что ничего не слышат. Ладно. Очень часто много ответов на вопросы дает анализ оперативной памяти. То есть можно прийти, снять дамп оперативной памяти и посмотреть, что же на самом деле происходило в этот момент на машине, что там было запущено, как оно функционировало и так далее. Почему дамп оперативной памяти он очень интересен? Потому что злоумышленники понимают, что их детектируют в различной стадии проведения ими атак и атаки там безфайловые, бестелесные атаки они уже ну, грубо говоря, там практически норма. То есть они встречаются очень и очень часто и в принципе без вот как бы оперативной памяти, без артефактов из оперативной памяти ничего понять обычно не удается. Здесь, допустим, приведен артефакт, который мы обнаружили при расследовании одного из инцидентов. Злоумышленник взломал, это была линуксовая машина, взломал линуксовую машину и дальше находясь там ну, грубо говоря, из оперативной ну, там, грубо говоря, в командном интерпретаторе там в оперативной памяти мы обнаружили, как он дальше загружал вредоносное программное обеспечение на эту машину там со своего подконтрольного сервера. То есть, такие артефакты их вот прям можно обнаружить на живую в оперативной памяти. Дальше есть, но чем анализировать, да, большое количество различного программного обеспечения, все это можно там, большинство из этого можно скачать, оно имеет там триальные демо-версии либо вообще бесплатные, хотя бы просто попробуйте снять дамп оперативной памяти со своего ноутбука и посмотреть, что там и как, в каком виде оно представляется. Да. А если после работы с перезагрузкой машина перезагружается, то там уже не поможет. Поэтому это должно быть предусмотрено в процедурах реагирования на инцидент, что для определенных типов инцидентов перезагружать машину ни в коем случае не рекомендуется. Вопрос. А если машина виртуальная, есть какой-нибудь способ, который облегчит работу с оперативной памятью? Прямо обязательно заморозить? Еще варианты? Это же виртуальная машина. Соответственно, на файловой системе всегда есть файлик, который соответствует образу, суровому образу оперативной памяти этой виртуальной машины. То есть, если вы обращали внимание, если когда создавали виртуальную машину, сходили, смотрели, там создается много разных файликов. Один файлик – это сам жесткий диск этой виртуальной машины, также создаются файлики, которые соответствуют оперативной памяти. То есть, если машина виртуальная, инцидент произошел в виртуальной машине, в принципе, можно самой операционной не снимать, вот соответствующий файлик, соответствующим расширением скопировали, и будет получен результат. Так, кто какие еще форенсик артефакты знает, которые могут помочь при расследовании инцидентов и натолкнуть на интересные мысли. Ладно, не буду мучить. Есть такое понятие в Windows'е amcache, recentfilecache. Кто-нибудь слышал, что это такое? Точно снизить. Это специальный механизм, который, грубо говоря, там связан с двумя вещами. То есть, это последние открытые файлы и плюс еще режим там совместимости, с механизмом совместимости. Расположен он в двух разных местах в зависимости от версии операционной системы. Ну и дальше я привел там инструментарий, который там в большинстве случаев бесплатный, которым можно попробовать эти файлики открыть и посмотреть. Чем этот кэш интересен? Этот кэш интересен тем, что в нем хранится информация о том, какие процессы запускались в операционной системе. И причем хранится путь, дата, а самое главное хранится хэш. Причем этого файла уже может не быть на самом жестком диске, а информации о том, что он запускался, нет. Соответственно, если мы имеем дело, допустим, с работой какого-нибудь вредоносного программного обеспечения, ну там хороший кейс, да, то есть вот посмотрели, из такой-то директории что-то запускалось, вот такой вот хэш, дальше пошли по публичным базам, по хэшу пошли, поискали, что это за тип файла, вредонос, невредонос, virus total, any run и так далее, и так далее. здесь приведем пример, здесь злоумышленник там запускал psxec и дальше с помощью там psxec выполнял ряд команд там на самой машине. Так, следующий артефакт, двинемся дальше, есть еще очень сильно похожий механизм, шимкэш об компакт кэш, он уже хранится в реестре, то есть это там определенные ветки реестра и в нем можно тоже подчеркнуть дополнительную информацию о том, что когда запускалось, это тоже механизм обеспечения совместимости версии операционной системы Windows. Так, еще что, а, кто-то, нет, не называли, диски, странно, что никто не вспомнил про анализ самого диска, операционная система, если мы там, ну, существуют различные файловые системы, вот у нас там, как вы знаете, все пишется на диске, там диски бывают разные, здесь там приведен пример, там магнитного бывает SSD, но всегда там бывает файловая система. Что полезного есть в файловой системе NTFS, кто знает, что может помочь при расследовании инцидентов? есть таблица, называется MFT. слышали о такой? Я надеюсь, что да. Значит, это, соответственно, таблица MFT, в которой записывается информация о всех файлах, которые так или иначе были записаны в этой файловой системе. Соответственно, это то место, где можно посмотреть, был ли этот файл, когда он там был создан, модифицирован, то есть он там имеет определенные метки, плюс еще дополнительно есть информация о его местоположении, соответственно, в файловой системе. Особенность MFT в том, что при удалении файловой системы значение там помечается как на удаление, а сами записи не перезатираются, перезатирается спустя некоторое время, это не всегда, и поэтому в принципе очень много информации оттуда он можно получить, даже если злоумышленник опять же там удалил файл и прочее. То есть здесь там приведен пример, злоумышленник копировал там файл Mimic.1.exe, дальше он там его запускал, соответственно, ну там в предыдущих артефактах мы там поняли, что он его запускал, а здесь это там было понятно, где он лежал, там его восстановили, это действительно оказался там файл Mimic.A.C. вот, и собственно говоря, было понятно, что там лежало, и что он там делал. Так, еще какие-нибудь варианты есть? Нет, ладно. Есть Jump List, это тоже один из механизмов операционной системы Windows, который отвечает за наиболее часто открываемые приложения, которые запускаются в операционной системе. Вот так вот выглядит структура данных Jump List'a, и в принципе это тоже результаты анализов там одного из инцидентов, злоумышленник скомпрометировал сервер, который располагался на периметре, и дальше, перемещаясь вовнутрь организации с этого скомпрометированного периметрового сервера, он использовал RDP. То есть здесь вот явно видно, то есть можно было отследить цепочку того, как он с этого сервера, в какой момент времени запускал RDP, и на какой IP-шник он дальше вовнутрь инфраструктуры коннектился. Соответственно, вот по таким вот артефактам можно восстановить горизонтальное перемещение злоумышленника внутри инфраструктуры, если это никто из средств защиты дополнительно не задетектировал, или если соответствующие логи не велись. Вот размеры всех этих файлов в последних версиях операционной системы Windows довольно большие, где-то там 1024 записи, где-то там больше, и соответственно, то количество информации, которое можно обнаружить на компьютере, оно там иногда поражает на самом деле, потому что по некоторым фалензик-артефактам удается восстановить информацию о том, какие исполняемые файлы запускались три года тому назад на компьютере, четыре года тому назад на компьютере, и это довольно мощный инструментарий при восстановлении истории компрометации каких-то машин и действий злоумышленников в инфраструктуре. Я вкратце пробежался, надеюсь, вам было интересно, может быть, когда-нибудь об этом вспомните, когда с этим столкнетесь. Субтитры создавал DimaTorzok